Всем привет! Добро пожаловать на канал Альфи-ФМ. Это будет мой влог о 18 неделе моей беременности. Начинаю я ее с похода в храм. Прямо сейчас идет операция у моего мужа, и я уже просто не смогла усидеть дома. Я приехала в храм помолиться, жду звонка или смс-ки, или чего-нибудь, весточки, короче, жду, что все хорошо. Мне позвонили газовики, что сегодня мы им оставляли заявку, в общем, на перенос трубы, и вообще они обрезали ее, потому что она была до туда шла, и вот так вот на таком расстоянии где-то был счетчик. Поэтому мы его сейчас все это обрезали, перенесли сюда. Вот видите, здесь такая, конечно, сварка, все дела. Ну ладно, вроде все хорошо сделали. Сейчас я свои дела доделаю и тоже поеду. Можно уже будет заказывать здесь. Надо, чтобы еще нам здесь электрику сделали, а потом только уже маляров звать. Я вроде не в первый раз делаю уже ремонт, но каждый раз, наверное, так. И в этот раз не исключение, что глаза боятся, и думаешь, ой, неужели это осилим, ой, неужели здесь когда-то будет чисто и красиво. Ой, работы, конечно, очень много предстоит. Давайте я вам покажу, какие здесь у нас комнатки будут. Вещи уж все понятно, ошибка, внимание, не обращайте. Здесь еще и мои, и бабуля с дедулей, так что тут у нас вообще полный винегрет. Ну что, эта комната будет спальня наша. Я планирую, что здесь я тоже размещу свое рабочее место. А вот это будет детская. Она меньше по площади. Вот такая уютненькая. То есть вот здесь поставим кроватку маленькую. Ну, здесь уже все, будет исключительно детская. Никаких моих там этих швейных штук. А здесь, я думаю, что мы уместим. Тут, получается, шкаф. Здесь наверняка будет, ну, я так думаю, да, кровать. А возле окна вот будет мое рабочее место. А еще мне здесь, конечно, нравится. Знаете, двор такой тихий. Здесь вот позади дома сквир. Через дорогу у нас есть парк. То есть можно и погулять. Погулять будет где-то с ребенком, с коляской. Ну вот, видите сами. В моем нынешнем доме, где я сейчас живу, на таком расстоянии у меня проспект находится. И там обычно очень много машин. А здесь, конечно, такой зеленый-зеленый двор. Ну, а здесь у нас зал. Зал из кухни, получается, на теневой стороне. Нам вот привезли диван. Короче, тут еще вот это все еще уйдет. Мебель, конечно, все разбирать надо. Ну, в общем, я говорю, зафиксируйте, девчонки. Ну, состояние ремонта, все понятно. Ничего красивого здесь, наверное, не могло быть. Время уже половина третьего. И я, конечно, еще уже переживаю, как там у меня муж. Ну, я думаю, что я еще подожду немного. Не буду сейчас им прозвонить там в эту, в клинику. У них мой номер, если что, есть. Так что я думаю, что, короче, буду ждать лучше. Лучше подожду. Но все равно волнуюсь. Прям куда девать себя особо тоже не знаю. Ладно, сейчас дела доделаю свои маленько и поеду домой, поработаю. Раз у меня газовики быстро сегодня приехали. Должны были вообще через две недели приехать. Но она сегодня позвонила, сказала, что у них есть время, и они приедут. Так что мне деваться было некуда. Пришлось сюда ехать. Ой, еще я же поехала в храм. В храме, конечно, я вот так удачно совпала. Я приехала и поговорила там с батюшкой, с отцом Александром. Ну, в общем, мы дружим с семьей. И он тоже со мной поговорил. Я его до дома довезла. Я говорю, блин, вот так и так. Он говорит, что ж ты мне вчера не сказала. Я бы уже, говорю, там, почитала бы там на литургии. Я говорю, ну, чего-то я не подумавши. Ну, ладно, в общем, поговорил тоже со мной, успокоил, шу-шуть. Что, ну, короче, девчонки, я держусь. Я, наверное, думаю, вы все понимаете, как я сейчас волнуюсь. Но думаю, что уже скоро я буду вам записывать видосик, что все хорошо и все такое. Очнулся мой Паша. Мой муж позвонил. Ну, все, все, все хорошо. Пока, конечно, еще ничего не понятно, что там, как прошла операция. Это все потом будет смотреть. Но самое главное, что сейчас он уже очнулся. Конечно, так еле разговаривает. От трубки болит горло, говорит. Ой, ну, короче, блин, была бы рядом. Хотя бы нять. Ну, ладно, самое главное. Слава богу, говорю, очнулся. Это прям уже голос услышала. Все, можно ехать домой. Я тут потихоньку переносила эти пакеты. Но они тут все легкие. То есть я тяжелого ничего не носила. Этот у меня пустой чемодан. И пересадила перчики острые. Все, огород переехал сюда. Ну, вот мы и на квартире. Смотрите, как много останюши мы тут сделали. И так все перенесли сюда. Стол тоже. Откручивали ножки. Мы тут вообще экстремально все делали. Аккуратно и быстро. Так, ну, а здесь мы оставили только посуду. А все остальные вещи тоже унесли, чтобы была возможность поснимать уже обои. И эту всю мебель увезут потом на родственники. То есть это уже не мое. Ура! Танюша, спасибо тебе! Вот я и дома. Сейчас буду поем. Поставила вариться мясо. Я вчера купила телятину. И сейчас буду готовить, в общем, спальное место для мужа. Потому что наш матрас ему, в общем, мягкий. Ему сейчас нельзя на таком мягком лежать. Здесь у нас диван более твердый. Поэтому мою мастерскую надо отсюда переносить. Иначе я не смогу здесь работать. Вот перенесу ее сейчас. Ну, как уж перенесу. Голодильную доску, да, этот, стол. Стол такой. Посмотрим. Может, одна не перенесу. Может, кого-нибудь потом попрошу. Короче, сейчас посмотрю по самой чувству. С Таней мы вообще молодцы. Так много успели сделать. Вот прям, конечно, классно, что она мне помогла. Потому что надо было на антресоле все это наверх поднять. Одна бы я там точно не полезла бы туда. Я не настолько чеканте. Вот. А так с ней, конечно, вот хорошо справились. Уже все зимние вещи туда убрала. Елочные всякие украшения. То есть, ну, то, что мне не понадобится до следующего Нового года, как минимум. Да. Вот. И место уже это не будет занимать в комнате. В общем, я прям очень довольна. Прям. Я это запланировала себе на два дня. А тут с Таней вот мы за один день все сделали. Даже не за день. Ну, что-то буквально два-три часа мы там, наверное, побыли. Вот. Ну, все. Ладно. Пойду покушаю. И потом покажу, что успею сделать. Всем приветики. Я вчера не успела снять вам, как я там что подготовила в комнате. Уже приехал мой муж. И уж при нем я не хотела снимать. И его не хотела снимать. И он, ну, как бы вы сами все понимаете. Он у меня человек не медийный, не публичный. Поэтому, в общем, поверьте мне на слово. В общем, в итоге сейчас он у меня в маленькой комнатке. Вот на этом диванчике спит, который более жесткий. Там матрас хороший, он ровный и жесткий. И этот, вот, ему на нем лучше. А я перенесла всю свою мастерскую в зал. В общем, в зал я вам потом покажу, как я сделала. Вот, получается, ночь переночевали. Все. Он уже так, этот, обезболивающее, конечно, у него проходит. Которые ему там в больнице дали. Сегодня, конечно, спина у него болит. Но, знаете как, уже все равно эмоционально легче. Потому что уже идет процесс реабилитации. Процесс, да, ну, вот, как заживление. И это, конечно, ободряет. Так, сейчас я съездила вот в аптеку. Купила ему, надо делать перевязки. Вот там пластыри все специальные. Все такое. Лекарства купила. Сейчас поеду обратно домой. И потом поеду снова сегодня на квартиру ненадолго. В общем, хлопоты, 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 заботы, хотела сказать. Получилось так, не по-русски. Ну, и зато возьму некоторые, там, кастрюлю надо обратно привезти. Короче, я думала, что она мне не понадобится, но понадобилось. Вот, сегодня еще хочу заехать за мясом. Короче, девчонки. Такое, по крайней мере, я говорю, мне хотя бы уже психологически легче. Да, еще очень много работы, еще очень много всяких вопросов надо решать. Переезд, ремонт, все это никуда не делось. Но хотя бы уже неудучающее состояние, когда понимают, что уже все, муж уже выздоравливает. А не лежит, болеет, да, продолжает вот эти воспалительные процессы какие-то идти. Вот, а грыжу ему, короче, вытащили в итоге 2,5 сантиметра размером, представляете? Там она по МРТ была 0,9 миллиметров. Ну, вот из-за того, что она такая секрестрированная, вот оказалось, что там 2,5, короче, в итоге сантиметра ему вытащили. Показал фотографию, я не буду вам показывать, чтобы вы там, кто впечатлительный, не впечатлились. Я к таким вещам спокойно отношусь, то есть я спокойно такое смотрю. И это такое, конечно, удивительный наш организм. Такие вещи разные бывают у него. Вот, ну, в общем, как-то, знаете, так это успокаиваюсь, короче. Я прям эмоционально успокаиваюсь. Всем приветики! И сегодня я снова в разъездах. Сейчас отправила все посылки моих девочек, все их заказы на почте. Потом сейчас стою возле багетной мастерской. Оставила работы Даня, моей подружки из Ухты. Даня, тебе приветики, если ты смотришь. Вот, ее работы вышивальные, в общем, она мне прислала. Она не их отдала, точнее, в Казани. А я их вот сегодня отдала на оформление в багетной мастерской. Мы с вами вместе посмотрим, что получилось. Там у них очень плохое освещение, поэтому особо, ну, и так не получается нормально поснимать. А все равно ничего не понятно, поэтому я лучше вам потом покажу, что получилось уже хорошо, ну, прям конкретно. Сейчас собираюсь поехать. А, еще я была в больнице, взяла направление на анализы. Короче, такая продуктивная, я прям сама себя обалдею. Сейчас поеду на ту квартиру, взяла немножко вещей, ну, перевожу каждый раз, когда езжу. А потом планирую в бассейн, потому что уже невозможно. Я очень долго уже не ходила в бассейн. Все-таки спина дело такое, надо собой заниматься тоже. Мужу моему легчает, становится лучше. Еще, конечно, период реабилитации, конечно, он еще лежит, он может сидеть, естественно, временами болит спина. Но все равно в целом уже ему намного-много лучше, что меня, конечно, очень радует и воодушевляет. Поэтому как-то есть сила жить дальше, со мной еще что-то как-то развлекаться. Я ему говорю, все, давай, не скучай, не этот, не обижайся, но я поеду в бассейн. Он говорит, конечно, ехай ты, чао. Вот, в общем, ладно, увидимся с вами уже после бассейна. Нет, увидимся с вами не после бассейна, а вот я приехала на квартиру здесь, значит, в детской. Я вот это вот в прошлый раз все сняла буквально за полчаса, представляете? То есть еще здесь, ну, в общем, тут эти все стены. Очень легко снималось, а это уже не я снимала, конечно, наверху. Тут кто-то из свекров помогал. Вот, ну, без нас, короче, это было дело, поэтому не могу точно сказать. Ну, круто, круто. Здесь, конечно, очень хорошо тем, что эти обои легко снимаются, значит, на это не надо будет столько сил и времени тратить. Мебель эта вся уйдет. Вот, тут остается только вот моя посуда. Ну, мне просто пока физически складывать некуда. А здесь я разложила все вещи туда, то есть здесь уже можно поставить, будет нашу кровать. И, ну, тут, знаете, такое все, что я могу раскладывать потом, когда уже сюда перееду. То есть на это тоже время тратить не буду. Все, я сейчас маленько выложила вещи, которые привезла. Забрала свои шлепки для бассейна, а то я их здесь оставила. И теперь уже точно еду в бассейн. Ой, привет, девчонки. А мы тут с Мариком съездили в ветеринарку. Его тут рвало недавно. Но сегодня, вчера я вот съездила к нашему ветеринару, которому доверяю. На улице еще жарко. Это и вылез. У меня там вон это лежит, валяется его переноска. Вообще ему ничего не нравится. Короче, развлекаюсь как могу. Все, я тут сделала на этой квартире все дела, которые надо было мне сделать. Встретила друга, он у нас электрик. И посмотрела, что тут нужно делать, какой у него фронт работы. Вроде как на следующей неделе сможет приехать поработать. Поэтому немножко вроде как движется дело. Я тоже попереносила всякие вещи. Вроде как освободили детскую. Из дома тоже там уж привезла сюда. Пустым рейсом не езжу сюда. Короче, постоянно что-то с собой вожу. Ну все, сейчас собираюсь в сторону дома. Хочу купить масло. Мне еще надо сливочное. Кое-что я придумала. На следующей неделе хочу собрать своих подружек. Все, я прям просто чувствую, что мне нужно развеяться, расслабиться. Поговорить по поводу моей беременности. По всяким там, я не знаю, детским штучкам. Просто о чем-то, о девичьем. Я реально в этом нуждаюсь. Потому что, блин, у меня вообще беременность отошла как-то на второй план. И я не хочу, чтобы так было. Потому что все-таки это долгожданный ребенок. И, блин, сейчас вот просто в погоне вот за всем вот этим, вот в этой суете, короче, по бытовым мелочам. И я расстраиваюсь, что мое самое такое главное событие, которое я так долго ждала, что оно у меня такое вот немножечко, как будто я не успеваю сделать все, что я хотела бы. То есть я вот хочу уже там что-то сшить для ребенка, что-то сделать, но я не могу, я физически не успеваю, я уже устаю. То есть я работаю, у меня моя основная работа. Потом я сюда приезжаю, что-то здесь делаю, дома собираю вещи, короче. И уже на это все не остается у меня сил и лишних денег тоже, потому что ткани тоже, ну, дорогие. Короче, какое-то такое грустное у меня окончание этого влога, но как есть, это жизнь, и она бывает разной, а не только в ней все зефирно. Вот. Всем спасибо, что вы досмотрели до конца. Сегодня у меня 19 недель, 19-я неделька. Отпраздную какой-нибудь вкусняшкой. Ну, в общем, и потом буду снимать вам новый влог. Всем большое спасибо еще раз, обнимаю, целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok